Истинное учение Иисуса Христа, это как медитация, эти слова изменят вашу жизнь. Самый маловерный из всех тот, кто более других молится и думает, что от того ему более других дано будет, ибо сам он не разумеет, во что верит, словно попрошайка, ни на что иное не способный, униженно молит об исполнении желаний. Что клянчишь ты у Бога, или думаешь, ошибся он, послав тебе то, что имеешь, и поучать его хочешь, как ошибку ту исправить должно, то значит неразумен твой Бог, по что его тогда Богом называешь? Зачем в него веришь и молишься ему зачем? Сам ты не знаешь, чему кланяешься, и мало в тебе веры истинной, говорю же тебе, что быть маловерным хуже, чем не верить вовсе, ибо Бога отрицая, к Богу придешь. Кого слушаешь и кому поклоняться ходишь ты в храм, и кто самые почитаемые люди в нем, книжники, фарисей, первосвященники, все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники и хуже того, ибо ни хлеб и ни золото твои крадут, но саму жизнь твою, устами своими и языком чтут Бога, сердце же их далеко от него отстоит, и уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полно костей мертвых и всякой нечистоты, и затворяют те лицемеры царство небесное человеком, ибо сами в него не входят и хотящих войти не допускают, и любят, чтобы люди называли их учитель, учитель, а ты не называй их учителями, они слепые вожди слепых, а если слепой введет слепого, то оба упадут в яму, и веками скрывают они ключи от истинных знаний и подменяют их полуправдой, которую наряжают в одежды истины, а оттого она опаснее и страшнее, чем ложь. Ни фальшивых сокровищ, ни земных благ проси у Отца Небесного, как грешники просят, но одного, чтобы прямыми сделал стези, ведущие в Царствие Его, дабы увидел ты Всевышнего при жизни своей земной, ибо, если не увидишь Бога при жизни, не увидишь и после, не Бога пытайся увидеть, но Божественность, Божественность, в которой Он себя проявляет во всем сущем, Божественность, которой наполнено все мироздание. Не нужен человеку храм рукотворный, чтобы говорить с Богом, ибо Дом Всевышнего, вся земля и небо, и звезды и все человеки. Молиться о душе бессмысленно, никто душу твою не спасет, если сам о себе не позаботишься, и Царствие Божие никто не принесет и не даст тебе, если сам его не отыщешь. То небо, о котором говорю, внутри каждого и вне каждого, и Царствие Божие в этом небе и никаком другом, и далеко за ним идти не требуется и не скажут, вот, оно здесь, или вот там. Ибо Царствие Божие внутрь каждого есть, горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет. Ибо на небе нет границ, и на земле не должно. Истинно говорю тебе, сие разделение, для вражды и раздоров причина, будь то разделение по границам, или по языку, или по вере, все едино. И если внутри себя разделен человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нем, и нет покоя ему. Все живое и что неживым представляется незримо связано друг с другом, и все в отдельности являют собой части единого. Не бойся заблудиться, когда будешь искать свой путь, лишь самые сильные способны на это. И тех, кто ушел из стада, пастырь любит более других, ибо только им дано найти заветную дорогу. Нет вины скота в том, что он в загоне находится, ибо загон тот хозяин для него выстроил. Человек же на свой позор сотворил то, на что не способно ни одно живое существо, воздвиг тюрьму себе руками своими и сам себя в нее поместил. И горе, что дети его рождаются в этой тюрьме. Они взрослеют и не знают другой жизни, кроме жизни отцов своих, и после видеть ее не могут, ибо слепы стали глаза их от мрака заточения. И не видят они никого, что кто бы жил по-другому, а потому считают, что их жизнь – единственный возможный способ существования. Ибо если глаза никогда не видели света, то как узнаешь, что ты во мраке? И люди изо всех сил пытаются украсить свою тюрьму, кто дорогим убранством, кто красивый рабыней. Но нет от этого никакой пользы, из тюрьмы надо выйти. Должно тебе прежде познать себя. Когда ты познаешь себя, тогда ты будешь познан и принят Всевышним, и ты узнаешь, что ты – сына Отца Живого. И через тебя, как и через все создания свои, Он себя и являет. Когда ты познаешь себя, тогда себя истинного обретешь, и все тайны, что скрыты от тебя, откроются тебе. Если же ты не познаешь себя, тогда ты в бедности, и ты бедность. Если не понимаешь начало, то невозможно понимать и конец. Так и невозможно познать, что вокруг тебя, если не знаешь, что внутрь тебя, ибо нет тогда и познающего, которому дано разуметь тайны Отца Небесного. Не отделяй небо от земли, ибо оно есть продолжение земли, так и не отделяй себя от земли, ибо ты есть продолжение ее, а она – продолжение тебя. Потому, говорю, ты – всему начало и всему конец. Когда увидишь это, тогда увидишь Царствие Божие. Не только верить, но проверить все на себе, обрести и познать, вот к чему призываю. А в то, что познал, верить уже нет необходимости. Есть некоторые, кто не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Заповеди даются для тех, которые слухом слышат, и не разумеют, глазами смотрят, и не видят. Ибо исполнение закона не может животворить, не приносит благодати и не делает праведником. На это способна только истинная вера, действующая любовью. Ученик, для чего же тогда дан закон? Христос, он дан для маловерных, в которых не вмещается Слово Божие, дабы уберечь их от преступлений, покуда не обретут истинного разумения. Если не любишь ближнего, но говоришь, что любишь Всевышнего, ты лжешь, в лице Отца твоего Небесного возлюби самую жизнь, как великий дар от Него, возлюби всем сущим в тебе от края и до края. Возлюбить ближнего значит то, возлюбить всякое творение Божие всем сердцем без лукаства. Если не любишь ближнего, но говоришь, что любишь Всевышнего, ты лжешь, будь ты даже первым праведником на свете и живи по закону Божьему, и языком говори ангельским, и имей всякое познание и всю веру, но если при этом любви не имеешь и таишь в сердце злобу, пусть даже к червяку ничтожному, то ты лишь медь звенящая, и нет в том никакой пользы твоей душе. Стать любовью, значит стать равным Богу, значит Богом стать, ибо любовь и есть Бог, и нет другой дороги в царстве его, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Если любовь в тебе будет, то и Бог в тебе будет и ты как Бог будешь. Свет, что внутри тебя, дорогу тебе укажет, любовь истинная, что в сердце твоем поселится, сама откроет нужную дверь. Любовь совершенная и Дух Святой приходят вместе, ибо они едины. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ты же заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно душе твоей, чтобы Слово Божие будто семя укоренилось в тебе и плод свой принесло. Небогобоязненным надо быть, но боголюбивым. Ибо Бог возлюбил тебя прежде, так возлюби же и ты его любовью истинной, любовью, в которой нет страха, ибо совершенная любовь изгоняет страх, потому, что в страхе есть мучения. Боящийся несовершенен в любви, поделиться избытком своим с теми, кто нуждается. Дело богоугодное. Но нельзя купить Царствие Божие ни за какие сокровища. Все благие дела – это внешний свет человека, но не он освещает путь в Царствие Небесное. Но есть свет внутри человека Света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то тьма. И даже если раздашь ты все, что имеешь, и тело отдашь на сожжение, но любовь не будет освещать деяния ваши, не будет вам от того никакой пользы. Кто имеет все, нуждаясь в самом себе, не имеет ничего. Все открыто перед небом, не уби, что не от сердца твоего исходит, не делай этого. Если истинную силу имеешь, то покинут твою душу земные желания и страсти, коими она, словно безумная, кипела доселе, и вместе с ними уйдут ложные знания и суждения, и пусто в душе твоей станет, но наполнится она чистотой и светом. Глупец тот, кто сомнений не имеет. Будь же чист, как голод, и мудр, как змей. Свет, что спасет тебя, сам внутри тебя отыщешь. И даже если страницы Евангелия утеряны будут, их можно восстановить из сердца.